ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Каждая третья автоавария, произошедшая в этом году на дорогах Кировской области, это наезд автомобиля на несовершеннолетнего пешехода. В таких ДТП, по данным дорожной полиции, травмы получили 69 детей, один ребенок погиб. Чаще всего машины сбивают 8-9 летних ребят. Наиболее опасный в этом отношении день – четверг. Время – с 13 до 14 часов и с 5 до 8 вечера. Каждый второй ребенок пострадал из-за того, что сам нарушил ПДД. ТРАССА СТО ОДИН Госдума одобрила в первом чтении новый штраф для водителей. Легковых авто – 2500 рублей, грузовых – 2500. Это наказание за неоплаченный проезд по платной автомагистрали. Выявлять нарушителей собираются с помощью дорожных камер. В Верхах считают, что появление такого взыскания необходимо для успешного развития сети платных трасс. Первая такая дорога, добавлю, может появиться в Кировской области к 2035 году. ТРАССА СТО ОДИН За последние шесть лет новые легковые автомобили в нашей стране подорожали на две трети. Если в 2014 году, информирует агентство «Автостат», средний ценник свежей легковушки был на уровне одного миллиона рублей, то теперь почти один миллион семьсот тысяч. Основных причин для этого две – инфляция и падение курса рубля. Добавлю, по прогнозам многих экспертов, новые машины массово подорожают до нового года минимум еще один раз. ТРАССА СТО ОДИН Интересную информацию опубликовал Московский департамент транспорта. Оказывается, владельцы не «Хёнде», «Кия», «Рено», «Фольксваген» и других наиболее распространенных марок на время стоянки снимают номера, чтобы не получить штраф. Грешат этим хозяева авто премиальных брендов – «Мерседес», «Ауди», «Лексус», «Инфинити» и, в первую очередь, «БМВ». Такие машины забирает эвакуатор. В качестве правового обоснования используется, например, возможность совершения теракта или возможное нахождение автомобиля в угоне. Появился очередной рейтинг наиболее узнаваемых среди россиян брендов. Это и электроника, и спортивная одежда, и еда, и так далее. Есть там сегмент, посвященный автопроизводителям. Самой знакомой нашим соотечественникам маркой признана «БМВ». На втором месте – «Тойота», бронза у «Мерседес-Бенц». В первой пятерке также «Ауди» и «Кия». Впрочем, большой пользы от этого обычным гражданам нет. Это лишь говорит о хорошей работе маркетологов упомянутых компаний. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101